Пожалуйста, поскольку это все сложно, для тебя столько было людей, мне кажется, это довольно уторительно, может быть, и, знаешь, что это вообще не уторительно, но мне сейчас это было совершенно не волнительно и не уторительно, я, наоборот, как-то позитивом таким заряжаюсь, сейчас с огромным удовольствием со всеми пообщалась, сфотографировалась, и такая более атмосфера даже не похожа на соревнования, а такая более горшолюбная жизнь. Это очень классная жизнь, мы сегодня подарили вот самая такая бедра мороженого, нам много подарков, так же принесли цветы и подарили, да, в чем раз в июле дарят мне большие бедра мороженого, еще подарили биндунь-биня с отечкой для марки, так что подарки, кстати, будет достаточно. Что для тебя в целом значит участие в подобном мероприятии, потому что мы знаем, что ты любишь собак? Я как-то давно еще в интервью говорила, что сама очень хочу как-то помогать бездомным животным, животным из приютов, и это интервью видели, и сами предложили мне, что вот есть такая возможность, мне показалось, что это невероятно круто, что я могу, ну, какой-то свой, там, может, пока небольшой вклад в это сделать. Я была уже на выставке кошек, сейчас на выставке собак, и в этот раз, конечно, пришло сразу намного больше людей, поклонников, я очень рада, что люди так же приходят, возможно, там, вначале просто кто-то увидится со мной, кто-то там автор взять, но они все видят эту атмосферу, видят животных, сами как-то тоже этим заряжаются, и, возможно, кто-то там возьмет себе сразу, тоже там собачку в дом, так что я очень рада. Что будешь делать с этими бедрами мороженого, которые тебе подарили? Принесу домой, там, сестре моя, сестра, может, родители, не знаю, большую семья, да, ну, если бы хватит. А, ну, по-моему, по-моему, где-то ингредиент, вот эта вот такая полупрация, возникла вот эта идея, ну, мне кажется, вот этой весной, ну, то есть не так давно, точно не вспомню, и засну, как-то не нужно, а вот нет ли желания взять висок себе собачку? Ой, находясь на этих выставках, конечно, еле удерживаюсь от того, чтобы утащить себе всех, вот, но посмотрим, все, может быть. Я знаю, что здесь есть парочка собак, которые тебе, ну, особенно уже близки, чего тебе стоит уйти сегодня без них, я знаю, что они тебе очень нравятся. Да, на съемке была с двумя очень милыми, прекрасными собаками, причем, ну, конечно, они все из приюта, и поэтому, когда там, я только вошла в комнату первый раз, они так перепугались, зажались куда-то в угол, и перед тем, как началась съемка с ними, вот, приглашение на выставку, где-то час-полтора мы там ходили за ними, я их там гладила, кормила, там, с ними общалась просто, и уже на съемке, да, они там разлеглись на мне, такие спокойные уже, конечно, ко всем нужно, там, подход найти, и там, с ними и расставаться тяжело будет сейчас, я их увидела, сразу там к ним хочется. Ну, сложно сказать, правда, здесь хочется, если я их там к себе, но я, как-то, делаю все, что в моих силах, да, чтобы каждый из них собрел свой дом, не исключаю, что, может быть, я все-таки люблю, но я все-таки должна учитывать, что у меня дома жена такая большая собака, это мальчик, то есть, астерская вещь, у нас у тоже мальчики, мальчики с мальчиками обычно не очень ладят, поэтому, что это все надо учитывать тоже. Продолжение следует, чтобы у себя собаке, главное следует, что у себя есть такая нереятность, что у папы, у себя, если это согласится, что у себя еще нужна собака, потому что я знаю, что он так, ну, у него и аллергия не горжает, если с быт, то есть, то, что у нас так много животных дома, это... Это же ты волк, это ничего не было, да, спасибо, потому что это для него подвиг, вот, ну, если я молчу, приду с собакой, то кто мне что скажет? Это у меня классная лака Бонни, и очень интересный момент, что мед, с которым я снималась, он очень похож на Бонни. Когда я была маленькая, мы с сестрой просто ходили гулять, и она за нами побежала, мы ее взяли с собой, пришли домой. Это было наше первое домашнее животное. Вот такая история. Сейчас у меня живет дома Сэнди. Его мы взяли из уюта. Во время карантина, потому что хватило времени, чтобы как-то он лежит с нами. У нас в семье вообще так селось. В жизни есть больше, например, с вами не нравится? Нет, прекрасно живут, но поскольку у нас в квартире живет, так что они довольно редко пресекаются, но они так, держат вкус ралитет, я бы сказала. Не лучшие друзья, конечно. Как она похожа? Снимаешься? Как команда начинает? Ну, знает, да, сидеть, да и лапу. Лежать только, если в хорошем настроении. А так он такой гиперактивный все время, но что-то играет, ему лишь бы играть. Так что команда это так во второй план. Аня, как удалось найти время на выставку? Не знаю, ты сдаешь ЕГЭ вообще, если можно, не совсем, конечно, на выставке, но так вообще впечатления от ЕГЭ не утомляет. Ну, на выставку я, как бы, без огромного труда нашла времени, потому что сейчас у меня, так вот, как бы, межсезонье и, в принципе, на, ну, две эти выставки, как бы, мне не сложно было найти время в своем графике, скажем так. Вот, сразу все пришла. ЕГЭ, ну, два экзамена я уже сдала, русскую математику, остался биология, самый сложный, вот, надеюсь, хорошо все будет. Нейтральный вопрос не о спорте, не о выставке, чего ты ждешь от этого лета? От этого чего? Лето. Просто лето. Да. У нас, если лето как отдых, то это у нас скорее май, который уже к концу третьей подходит, много уже новых впечатлений. А то закончился даже. Ну, по сути, да, уже, как бы, закончился отдых наш со мной. Ну, лето это всегда тоже, как бы, такое... Время уже связано и с спокойным катанием, но при этом еще пока нет тренирований, так же я буду выступать в шоу, поэтому... Не знаю, наверное, лето это как-то совмещать бурное катание, прекрасную погоду за окном и, может быть, какие-то другие интересные события в нашей жизни новые. Все лучшее, что есть на нашей жизни получается. Спасибо большое.